В фокусе репродуктивное здоровье. Врачи из нескольких десятков лечебно-профилактических учреждений Алтайского края встретились в Бийске, чтобы на научно-практической конференции «Мужское и женское здоровье. Альтернативные решения и новые возможности» обсудить новейшие научные данные и актуальные клинические практики. Сегодня будет поднято несколько тем, достаточно злободневных в нашей специальности. Наша специальность — это урология, воспалительные заболевания, выводящих путей и очекаемая болезнь, что является крайне значимым для Алтайского края. Я считаю, что, во-первых, в образовательном плане, в плане дискуссии, очень важное мероприятие. Вы знаете, я думаю, очень важно, потому что, как-то говорят, в споре рождается истина, а когда собирается такое междисциплинарное большое общество, здесь обсуждается очень много вопросов, которые идут на стыки специальностей. Поэтому, да, это крайне важно и нужно. Подобные конференции, а они не первый год проходят на площадке фармацевтической компании «Эвалар» для практикующих врачей. Это не только уникальная возможность обсудить максимально широкий спектр вопросов, но и лично посетить непосредственно производство. Я уже не первый раз принимаю участие в конференции, которые организует компания «Эвалар». здесь в БИСКе для врачей, для специалистов общего профиля, терапевтов, гинекологов, урологов. Сам я уролог и в каком-то смысле отвечаю за мужское здоровье. И для нас очень важно, безусловно, то, что у нас есть возможность активно применять в нашем повседневном каком-то рабочем режиме лекарственные средства, которые выпускает эта компания. Они нам необходимы, в том числе и потому, что они позволяют нам в какой-то мере замещать те западные лекарственные средства, которые так или иначе уходят с рынка. Это контурная ячейковая упаковка, потому что ячейки выдавливаются. Мероприятия подобного рода для врачей в регионах способствуют росту качества оказания медицинской помощи на местах. При этом поставщики кадров говорят о том, что технологическая масштабность производства произвела впечатление и на них. Ну и важно для подготовки кадров. Тех, кто будет в дальнейшем работать как раз в этом направлении, это провизоры, фармацевты, которые готовят наш университет в том числе. И сегодня для себя мы увидели еще возможность взаимодействия. У нас есть медицинский класс в Бийске, мы будем еще их открывать. То есть ребят нужно приводить сюда на экскурсии, проводить у них тут занятия и продвигать, скажем, кадровую политику в этом плане. Возможности повышения эффективности, клиническое применение инновационных нутрицептиков, проблемы менопаузы, молочных желез и половых гормонов, физиология и онкология – это лишь часть обсуждения. Вывод абсолютного большинства участников конференции. Взаимодействие с ведущими представителями науки в конечном итоге идет на пользу тех, ради кого работают медики, на пользу пациентов. Ксения Цапко, Сергей Бертман, Будня.